Вездеходы, снегоходы, мотосани – самые популярные виды внедорожного транспорта в зимнее время. Приобретая такую технику, его владея получает не только средства для активного отдыха, но еще и дополнительную ответственность. Однако практика показывает, что права на управление такими транспортными средствами есть далеко не у каждого водителя. В рамках ежегодной профилактической акции «Снегоход» сотрудники Гостехнадзора совместно с представителями ГИМС проверили, сколько же нарушителей ездит по просторам Волги. Любители покататься на снегоходах с ветерком по Кнаковскому бору и реке Волги не пугают даже сильные морозы. Свежие следы на снегу – прямое тому подтверждение. За последние годы в нашем городе число владельцев вездеходной техники увеличилось в разы. Некоторые из обладателей такой техники относятся к ней как к игрушке и пренебрегают правилами эксплуатации – ее регистрации, постановки на учет и получение водительского удостоверения. В рамках безопасности ежегодно в нашем городе и районе сотрудниками Гостехнадзора проходит профилактическая операция «Снегоход». Судача, которая ставится о проверке технического состояния снегоходов и мотовездеходов, значит, и проведение технического осмотра ежегодно этой техники эксплуатируемой, потом и безопасности жизни и здоровья людей. Однако, как показывает статистика, выявленных нарушений становится все больше, а вот тех, кто старается следить за своей внедорожной техникой, все меньше. В данном рейде приняли участие сотрудники ГИМС, а также представители Первой Тверской патрульной службы. Проверяли в первую очередь наличие документов, а также состояние техники. За каждое нарушение предусмотрено наказание. Это штрафы от 100 до 300 рублей. Однако, стоит отметить, что на пути инспекторов больше попадались добропорядочные водители. Проверяем снегоход на линии, значит, остановили у владельца снегохода документы все на месте, в наличии. Вот, значит, претензий к нему нет, будет продолжать работу. Мы только зафиксируем его и продолжаем движение дальше. На протяжении нескольких часов участники рейда мониторили не только акватории Московского моря, реки Донховки, Волги, но и добрались до берегов Шоши, где наибольшее количество рыбаков и владельцев снегоходов появляется именно в выходные и праздничные дни. После снегопада вот этого, конечно, для них самое удобное время, потому что снегоход идет мягко, не бьет нигде, склизы не горят. Так что сейчас вот как раз самое время для катания на снегоходах. Но я говорю, опять же, предупреждаю, что ведется за ними досмотр, так сказать, смотрим за ними, чтобы не было нарушений, ну и самое главное, безопасность. Как отметили работники Гостехнадзора, от наказаний нарушителям уйти вряд ли получится, но некоторым экстремалам удается скрыться. Чуть прибавив газ на своем снегоходе, и вот они ловко объезжают воздушную подушку, никак не реагируют на многочисленные просьбы остановить транспортное средство. Стоит также отметить, что осмотр снегоходов – не единственная цель подобных мероприятий. Активно свою работу выполняли и сотрудники ГИМС. Одновременно проверяя палатки, в очередной раз напомнили рыбакам об опасных местах. У нас район Машковского залива, он всегда очень опасен. Сколько ни предупреждаем, что там лед не намерзает, в общем, не имеет такой толщины, чтобы выдержать человека. Это вот в районе Корчевы. Там у нас влияние теплых вод с ГРЭСа, с канала теплая вода идет. И толщина льда где-то составляет 5 сантиметров, 7, если он замерзает, а то и вообще промыто. В том районе большая просьба рыбакам быть предельно осторожным. А водителям снегоходов вообще в тот район не заезжать. Ежегодно при использовании внедорожной мототехники происходят несчастные случаи. Происходит это по ряду причин. Несоблюдение норм безопасности, отсутствует удостоверение и техосмотра, неисправность техники, а также управление в нетрезвом виде. Именно поэтому важно проводить профилактические рейды в период с декабря по март.